Можно ли обратиться к тому слайду, где вы демонстрировали, сохранили даже подрастание вибрио спецы? У меня вопрос, за счет чего же тогда шла возрастание честницы, ростовые процессы? Это же все-таки, что это за организм, во-первых? Он гетератров, лихимый гетератров, и вот что имел с субстратом хотя бы для роста? Андрей, ну по биологии вопросов детально я вам не отвечу, поскольку я не биолог, а биологи у меня проводили эту вещь, но это организм мизофил, то есть это, назывался мне его факультативный анаероп, вибрио Значит, что мы проделали? Мы высушивали вот этот образец, то есть когда мы перемешивали этот песок с этой культурой, добавлялось туда питательных веществ на уровне 10-5 грамм на грамм То есть, ну такой минимальный, мы хотели смоделировать немножко марсианскую ситуацию, органики Значит, высушивали это все, контрольный, естественно, делался относительно высушенного уже образца, который потом выращивался и все, и дальше помещали в вакуумную камеру И моделировали цикличность суточную марсианскую, несколько суток Вот за эти несколько суток, ну реально в течение недели, не больше, удалось добиться таких вот результатов То есть мы контролировали температуру нагрева поверхности, в течение нескольких часов она нагревается и идет интенсивная сублимация льда Это мы просто проверяли отдельно, да, то есть что у вас образуется увлажненный вот этот слой Вот он, ну вот вы его видите Это жидкая вода или... Да, это пленки жидкой воды Тогда это как это моделирует марсианские условия? Нет, марсианские условия у вас, следующим образом, давление в камере у вас меньше марсианского, вообще меньше, понимаете? Вы не можете воду немедленно выбросить, это не получится никогда в дисперсной среде Она садится и тут же у вас медленно диффундирует Вот обратите внимание, верхний слой, самый верхний слой, он всегда сухой Да, оттуда улетает уже Но на глубине буквально сантиметра эта вода задерживается Пока она диффундирует, она успевает образовать мокрый слой, мокрые пленки Вот у меня ничего удивительного, а сорбированные тонкие пленки воды, я еще Мюхлман, по-моему, показывал Они вообще более устойчивые иногда по фазе, чем лед сам по себе И там локализованы питательные вещества? Да, конечно Они сконцентрировались Мы-то размешивали их просто в песке Это очень большой рост Да, но это резко влияло от температуры Если мы уменьшили температуру с 300 до 280 на поверхности Кельвина То, естественно, мы получили ее только в 4-5 В начале у вас прозвучало, что на поверхности самой Марса Вообще сумма условий таковы, что нечего там искать биомаркеров Правильно я так понял? Да, да, да Биомаркеров, а туда и... А как же тогда быть, вот Надежда, мы слышали, что можно споры поискать Ну, про споры менее могу сказать Я не знаю их устойчивость Но я имел в виду, что если они там долго, сотню миллионов лет у вас полежат То они, конечно, радиации разруют Но вообще верхний слой, он же ветром у вас даже перемешивается, поднимается Он постоянно облучается сильным ультрафиолетом Вот насколько устойчивость, не знаю Вот я как понял, что он на ГАЦИ, вот это все... Ну, это Георгия, как бы его вещи Про вот это я ничего не скажу, значит Но тут мы немножко скептически смотрим на это дело То есть, с моей точки зрения, главным стерилизатором на самой поверхности будет служить ультрафиолет Все-таки он очень сильный И если вы еще тем более поднимете в атмосферу это все Там еще сильнее будет это облучаться Ничто не экранирует, нет там азора Я могу сказать, кто-то по поводу эксперимента Эксперимента какого? Вот тут два, один старый, другой новый Нет, вот новый Новый? Нет, вот старый, вот этот Значит, вопрос... Не-не, вот сюда, да Ну то, что было, не убирай Хорошо Значит, вот смотри, значит, внизу, что было Вот чистый, чистый, чистый... Тогда, да, мы используем... Чистый песок, вы добавили туда культуру? Культуру и питательное вещество А, питательное вещество... Обязательно, конечно, да А там было питательное вещество Оно было добавлено изначально... Ну да, там какая-то стандартная смесь... То есть, у вас песок был пропитан этим питательным веществом... Ну, концентрация была 10-5 грамм на грамм То есть, мы много не добавляли... Немножко было Да И мы стали вот... Да, и стали просто циклически греть с тем, чтобы попробовать организовать пленки жидкой воды Ну, это мы отдельно просто промоделировали Сначала без микробов, естественно А когда мы это получили... Ну, безусловно, Лиза, здесь к нам может быть претензия, что мы интенсифицировали все-таки этот процесс, да По сравнению с реальным Марсом Но у нас нет времени, честно говоря, так как на Марсе там... Это может в течение года происходить у нас... Поэтому этот слой... То есть, потом вы взяли из этого влажного масла и овощи... Поэтому этот слой, градиент условий, конечно, он усилен по отношению к марсианскому Хотя, если взять там у Феникса, они откопали буквально на сантиметрах чистый лед Если вот удается вам нагреть его, хоть в неравновесных условиях, потом он улетит даже Он может вам организовать ненадолго вот такую среду Но ненадолго хватит А сколько времени длился этот эксперимент? Мы... Ну, как, рабочую неделю Как, всем понятно? В конце недели несколько часов, да, в суть Потом его замораживали вообще-то там до минус 50 То есть, это циклы были Тогда в 100 раз Если 280 Продержать, тогда будет вот там 5-6 у нас По поводу стерилизации образцов На промежутках времени, вот от миллиарда до сотен миллионов лет Просто надо понимать, что поверхность Марса, она живая, геологически активная Там постоянно идет перевивание песков, образуются вот эти каньоны Ударные, значит, процессы, они приводят к выбросу камней Поэтому их-то возраст, конечно, не миллиарды лет Поэтому смысл искать... Нет, я согласен Вот ровно то же самое Я пытался несколько лет назад на совещании Когда выбирали, где к Юриосити ездить и чего собирать И я и Майкл Мума, мы там пытались объяснить, что Вот эти древние камни, которые они там ищут А геологи там искали именно вот 4 миллиарда лет и так далее Говорят, давайте вот будем ровно вот это найдем Да, мы говорим, там не останется ничего Вы ничего не увидите Давайте, ну, молодой кратер там какой-нибудь Выброс вещества с глубины посмотрит Ну, что-то такое, что может сохранить эти биомаркеры Поэтому вот это с точки зрения стратегии У нас тогда, не знаю, вот сейчас они там реголит померят Последний раз, там, наверное, у них чуть-чуть осталось На два измерения, по-моему Что они померят, не беру и скажу Повторяю, вот удивительно то, что они экспозиционные дозы получили На порядке меньше, чем возраст самого камня И вот это говорит о том, что было...